Представлюсь, кто первый раз видит доктора, да? Меня зовут Виктор Тепин. И я пришел в РАД, вот, представляю, это сегодня, совсем недавно, и принес вот один час здоровья. Посредственно, в пять часов, в карте среду, приглашаю всех, и мы проводим один час здоровья. Для всех сторонников Единой России, всех желающих, всех беспородников, всех, кому нужно здоровья. Я не буду много о себе говорить, потому что у меня нет ни званий, ни академика, ни профессора, я маленький человек, хирург. Но жизнь так распорядилась, что пришлось искать. Вот как рассказывала Виталия, отец заболел раком в четвертой стадии, мама позвонила в Германию, сказала, все, приезжайте, потому что ему осталось очень много. И вот нашелся это с этого момента, и когда все новое, вот один интересный человек, чиновник, очень умный, разумный чиновник, видели разумных чиновников, все, улыбайтесь, есть, оказывайте, и учителя есть, и врачи есть, разумные, и мудрые, и чиновники есть. И он сказал такую фразу, все новое, если вынимается в три этапа. Первое, такого быть не может, такого не бывает, поэтому принципиально быть такого не может. Ну, не может, да, рак не лечится, диабет не лечится, и так дальше. Второй этап, когда случилось, что-то делать надо, да, и вот начинаем искать. И вот тут самое главное, выбрать правильный путь. Вот этот момент, вот очень хорошо у нас Михаил по этому поводу сказал, в этот момент, здесь такая еще хорошая фраза добавлена, не буди спящего, накорми проснувшегося. Вот, понимаете, вот именно в этот момент человек готов действовать, воспринимать и действовать. И вот третий этап, если все получилось, тогда так все легко. И вот, поверьте, многие из вас уже во многих вопросах, понимаете, но сами понимаете, шурак четвертой стадии, и сахарный диабет, сейчас, врачи говорят, это не лечится. Это не лечится, поэтому, ну, не лечится и все. А почему он не показывает, как мне это сделать? Как мне это сделать, чтобы он показывал, вот так он будет показывать, или нет? Ну, а так, ага, будет, все, будет показано. Так, как мне вернуться все назад, назад, вот так, ой, вперед, это вот назад. Вот так, вперед, вот так, вот так. Разгадка прошла внезапно. Конечно, то, что я вслепую искал, интуитивно, как бы прислушиваться в себе, надеюсь, вспомнил лекцию одного профессора на третьем курсе института, будучи врачом, еще не будучи врачом, на третьем курсе, какой еще институт, который сказал, ребята, все гениально просто, вы зря учили фармакологию, американцы нашли лекарства, все болезни, завтра будут лечить все. И произнес это слово эндорфины, или гормоны счастья. И я про них вспомнил только тогда, когда гром прянул, и мне надо было искать, а что же люди придумали для поднятия этих эндорфин, потому что я знал, что только они смогут помочь моим молодцам, только они смогут отремонтировать его тот иммунитет. И в одну ночь, когда уже у меня был половинный такой результат, я увидел схему, систему. Я ее так вот ночью зарисовал, утром быстренько на черно-белой бумаге, потом показал вот этому уникальному человеку. Помню, быстренько выписал диплом гения при жизни, я его храню до сих пор. Вы знаете, он сам рассказывает о себе, но на самом деле я понимаю, что не я такой умный, а оттуда дали, понимаете, схему. Дали схему, в которую вы говорите, тоже до нее дошли, вы тоже собираете, но я увидел эту ночь в черно-белых картинках, понимаете. Эти картинки я потом нарисовал, дети мне сделают цветными, и я вам сейчас их покажу. И покажу, что все гениально просто, на примере вот даже вот этого, этой проблемы сахарного гебета. Есть у кого-то здесь знакомые, друзья, у кого есть проблемы с диабетом конкретные? Есть или нет? Знакомые есть с диабетом? Да, да. Есть, да? Вот поверьте, если у вас есть знакомые, самое главное им дать правильный путь, чтобы они знали. И вот сегодня я сейчас перед вами вот эту демонстрацию проведу, победим диабет вместе. А может даже на базе вашего учреждения, учреждения, неважно, на базе вашего, где бы вы хотели. Скажете, в Сталинграде, значит, в Сталинграде. Сделаем школу, или сделаем, как хотите, клуб, как и называется, победим диабет вместе. Я сейчас вам покажу эту схему, расскажу немножко о диабете, как я ее представляю, и вы поймете, что все гениально просто, и решить эту проблему можно только сообща. Если каждый будет тащить одеяло на себя, у вас ничего не получится. Может, какие-то половины результатов будут, но до конца вы не дойдете. Нужна система. Так, начинаем с того, что я показываю и объясняю, что такое диабет. А, перед этим, когда диабет, вот основная заслуга этого доктора в том, что он, создавшим в ночь эту теорию, эндорфиноиммунная теория названа, о следствии лечения эндорфинотерапии, нравится лечением гормона счастья, да? Вот. И возникла идея создать академию эндорфин, когда я, начитавшись много лекций на разных фирмах, да, Александр Ефимович знает, Татьяна знает, я походил по многим фирмам, читал, и меня все время тормозило только одно. Поэтому каждый руководитель этой фирмы говорит только про нашим, только про нашим, понимаете, да? А я понимал, что если не будет системы, не будет. И вот возникла идея создать академию эндорфин, которая бы включала все составляющие, про то, что вы говорили, счастье, да? Духовного развития человека, вот оно, здоровье и финансовая независимость. Похоже, да? Мысли-то совпадают, да? Конечно, только это является тем счастьем, которое ВОЗ определила как счастье. Ну, а теперь пойдем с того, с чего начнем. Что такое сахарный диабет? Ну, представьте себе, что вы не профессора, что вы не академики, что вы даже не врачи, и вы не знаете, что такое диабет, и я вам сейчас буквально за 5 минут, за 10 минут объясню, что такое сахарный диабет. Значит, поверьте, что у нас есть вот этот желтенький орган, который именуется как поджелудочная железа, а вы даже не догадываетесь, что у нас в нашем организме только один нанотехнологичный орган. Нано, знаете, что такое маленький, да? Вот это единственный орган, который переваривает всю нашу еду, пищу и то, что мы едим, да? Рыбу, мясо, творог, яйца, сыр именно до наночастиц, до аминокислот, до молеквы, да, которые проходят через листы и питают наши ткани. Но, оказывается, этот орган еще и вырабатывает такой белок, который называется, который называется инсулин. Где же он вырабатывается? А вот в этих островках, видите, вот такая вот отчеркчена вот зона, в этой поджелудочной железе, где находятся бета-клетки, которые вырабатывают вот эти, этот фермент, этот гормон, вернее. А вот этот гормон и является тем, знаете, как я его назвал? Паровозом. Я его специально показываю, потому что люди, они же хотят увидеть этим паровозом, который делает самую простую вещь. Значит, задача, основная инсулина, очень простая. Она, этот инсулин, должен зацепить вагоны с сахаром в крови, да, перетащить их через ткани и покормить клетку. Понятно это или нет? Все, больше инсулин в нашей жизни, ничего не делаем. Что такое сахарный диабет? Значит, по каким-то причинам этих паровозов или мало, недостаточно, или их много, но колеса у них откручены, да? И получается, что сахара в крови много, а ткани голодные. Понятно, да, ситуацию? Что делают наши врачи? Вот есть здесь врачи, поднимите руку? Врач. Что делают наши врачи и как нас учили? Мы сразу, да, первого типа, мы сейчас не будем разбирать второго типа, они говорят, при первом типе недостаточно этих, это инсулинозависимый, а при втором типе там их много, но они недоделаны, эти паровозы. Но на самом деле мы не будем разбирать в тонкости, но факт того, что наши врачи сразу назначают что? Ну, если второй тип таблетки, правильно? А таблетки это те же самые паровозы, но они, единственная с разницей, они зацепляют эти вагоны с сахаром, перетаскивают их в почки и выбрасывают. Хорошо это или плохо? Как вы думаете? Ткани голодные. Из-за голодания тканей начинают страдать нервы, начинают страдать сосуды, начинают страдать глаза, инфаркты, инсульты, гангрены. Вот, все осложнения. Врачи вам говорят, мы вас сахар снизили, мы вас лечим, видите, да, мы вам даем самые лучшие таблетки, а на самом деле получается обман. Кто выступал здесь у нас, сказал, что 70% хронических заболеваний нет сегодня? Доктора Володи, нет? Сказал, 70% хронических заболеваний мы сами дарим своим пациентам. Понятно, о чем вы говорите, да? И вот также такая ситуация. Это, конечно, обман. Почему? Потому что таблетки, которые мы даем все однотипные, они, как эти паровозы, выкидывают сахар с мочой, а ткани голодают, и в 5 раз, в 10 раз, как хотите, в 100 раз, ускоряются те осложнения, которые бы возникли намного позже. Инсулин. Казалось бы, лучше. Мы модем белок, инсулин, извне, мы его берем в естественной природе, и он точно так же переводит, казалось бы, хорошо, отлично, кормим тканей. Но, вы знаете, организм, совершенная система, как только дал извне инсулин, свой инсулин что? Не выделяется. Вот хитрый такой, понимаете? Надо все больше, 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 а сами понимаете, колоть пальчик каждый раз глюкоза, каждый раз инсулин, и чуть-чуть передозировал инсулина, а не дал покушать, кома и смерть, да? Вы знаете, что страшно кома, когда нехватка сахара в крови, а вот от избытка сахара в крови человек очень долго не помирает, кома, она очень долго длится, поэтому страшна передозировка инсулина, особенно, когда сделали инсулин и дали. Конечно, сейчас медицина дошла уже до того, что можно контролировать хоть сто раз на дню сахар, но я еще, поверьте, работал хирургом в то время, совсем недалеко, 12-го метра от Москвы, когда дежуришь ночью, а лаборатории нету, и хоть вот так, пока в старинке, пробуй сахар. Много или мало, да? Какая кома, гипер или гипокома? Но об этих страхах мы не будем разговаривать, сейчас наука развивается очень быстро, и ученые между собой спорят. Одни говорят, причина этого заболевания это все-таки вирусы, или бактерии какие-то, или какие-то, ну, действительно, паразиты, которые поселяются в этих клетках подручной железы, и ее уничтожают, и снижают количество выработки инсулина. Это особенно заметно у детей, которые переболели какими-то вирусными заболеваниями, или каким-то сделали прививку, и они очень тяжело ее принесли, и у них вылазит вот эта болячка сахарной диабетой. Да? Может и так. Другие ученые говорят, нет, все-таки сахарный диабет, это аутоиммунное заболевание. Когда вирусы там разъедают, а иммунитет у нас, знаете, какой, да, сейчас? Он иммунитет повышенный, но извращенный. Знаете, что такое извращенный повышенный иммунитет? Расскажу чуть дальше, ладно? Он начинает бомбить свои ткани. Он начинает бомбить свои клетки, и это механизм самоуничтожения. И то плохо, и это нехорошо. Но только смотрите, в первом случае, когда иммунитет снижен, его надо поднимать, да? А в втором случае, когда он повышен, извращен, его надо снижать. И вот оказалось, все гениально просто. Оказалось, есть лекарства, которые способны сегодня и сейчас решать эти проблемы одновременно. И это лекарство мы нигде не можем не купить, мы нигде не можем взять, потому что оно вырабатывается в нашем организме. И это и есть те пресловутые эндорфины, или как, вот, Владимир называл цедокины, как хочешь назови, это релковые молекулы. И теперь поехали к самому основному. Эндорфина иммунотерапии, эндорфина иммунной теории, эндорфина терапия, ну и для названной системы электротетика, почему? Потому что, понимаете, вот, особенно когда врачам говоришь, они, эндорфины, сразу, а, все, вот так крутят глаза, и все. А вот систему им покажи, вот это интересно, да? И вот эту систему я вам покажу сейчас, очень быстро расскажу, потому что у нас времени сегодня мало, вы все посмотрите в интернете, это есть. Но система очень простая. Система до такой степени простая, что, в принципе, все идеально просто. Функция эндорфин изучена учеными за это время, они в 70-х годах были впервые открыты. Самое разнообразное, они являются и основным гормоном счастья, радости, да? Вызывают удовольствие, чувство кайфа, чувство вот этой радости, вдохновения, блаженства. Вот когда меня пригласили в рад, я говорю, я вам дам основу этого рада. Именно вещество, которое способствует именно этой радости. Это как раз и есть эндорфин. Но, оказывается, эти эндорфины и отвечают за всю биохимию, которая творится в нашем организме. Они являются высшей инстанцией, которая контролирует синтез, выработку и работу тех же инсулинов, да? О чем мы говорим. Они отвечают за всю биофизику в нашем организме. А я про биофизику ничего не знал абсолютно. И вот Александр Ефимович впервые мне только начал рассказывать, потом Татьяна, все вы их услышите уже во второй части выступления, когда он придет за мир, и они каждые по 5-10 минут изложат, и все это дадут вместе. Ну и отвечают за восстановление или регенерацию. И если вы не знаете, что наши клетки восстанавливаются каждую минуту, каждую секунду, и даже если я вам скажу, что останется 1-16 часть клеток желудочной железы, бета-клеток, можно восстановить, все до нормы. Ну и последнее, самое главное, это высшая инстанция над иммунитетом. Я этого не знал, но это я уже понял тогда, когда я увидел, что отец у меня перестал умирать на тракте четвертой стазии, и начал выздоравливать, да? И вот эти эндорфины контролируют весь вот этот сложнейший процесс, который мы называем иммунитетом. Конечно, эти иммунные клетки, они образуются вон со стволовых клеток. Потом идет 9, не 9, 90 дней воспитания этой клетки, пока они созреют до зрелых офицеров, лимфоцитов, ВТ-лимфоциты, макрофаги, которые в нашем организме выполняют роль и армии, и милиции в одном лице. Ибо у нас есть и внешние враги, и внутренние враги, да? Внешними врагами для нас являются вирусы, бактерии, паразиты, глисты, грибки, да? А внутренними являются то, что клетки-мутанты, браковые клетки. И вот, оказывается, эти клеточки, одни из них разведчики, другие из них, так называемые киллеры, они каждый день ходят по нашим клеткам, фотографируют свой, чужой, свой, чужой, чужой. Как только находится клетка народная, вызывается целая армия, и тут начинается война. Я так образно говорю, почему? Потому что действительно у меня был уникальный, вот педагог, учитель, микробиолог, он всегда про это так рассказывал, что мы сидели бы с такими глазами слушали. Между прочим, он впервые рассказал про эти эндорфины. Ну и когда вот иммунитет снижен, вы понимаете, что начинается прячь, возникают раковые клетки, или возникает проблема с поджелудочной железой, а наши дети начинают болеть очень рано, потому что иммунитет у них сейчас очень подорван. Но вторая система, когда иммунитет повыше, но извращен. Это точно такая же ситуация, как сейчас творится с нашей бывшей милицией, теперь полицией. Их много, вот этих клеток, но толку мало, потому что они не обучены, они не знают, они начинают вредить, то есть они начинают бомбить тех, кто нормально работает. Вот такая ситуация в нашем организме. Вот это механизм самоуничтожения. Вот это механизм именно аутоиммунных агрессий, аутоиммунных болезней, аллергии и все остальное. Поэтому, вот оказывается, вот всей вершиной, что руководит этим всем, биохимически, это являются эти эндорфины. А где же эти эндорфины нам брать? Впервые они найдены были в клетках головного мозга, в третий церковых клетках, выделены в чистом виде. И когда американцы их открыли, сказали, эврика, завтра будем лечить рак и диабет, они в то время верили, что можно будет их синтезировать, понимаете? Но оказалось, и там-то были. Ни одни витамины, ни одни минералы сегодня не синтезированы, вы это знаете, да? Золото, как добывали, до сих пор так и добывают. И я вот спросил великого там, в нашей кремлевской больнице лежал химик, я его спросил, вот вы сегодня сделали хоть один витамин? Знаете, что он мне ответил? Мы сегодня достигли очень много. Мы, прийдешь любую жидкость в прогетке, покажешь вот так, мы ее спектральным анализом проверим, скажем, сколько там молекул водорода, углерода, мы их даже соберем вот так вот, сцепим. Виктор, но мы никогда не оживим эту молекулу. Она живая, она в пространстве занимает определенную форму. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому создатель один, когда наши мысли оттуда идут, не мы такие гениальные, нам говорим, да? Так же и жизнь дается оттуда. Поэтому мы можем только взять природу, живое, натуральное, но другое ведь, таким образом. И вот открытие последних лет, открытие последних лет, что больше всего эндорфина выделяется в стволовых клетках. А эти клетки, если вы не знаете еще, они вечны. Они делятся неограниченное количество раз. Слышали про теломеры, да? Вот буквально Нобелевскую премию дал. То есть, каждая периферическая клетка делится 52 раза, и все, и гибнет. И поэтому, сделали такой вывод, посчитали ученые, что вот максимум человек может 150 лет прожить. Вот тут сейчас придет замер такой, он говорит, доктор, немало 150, мне давай 600. Ты говоришь, а почему не 900? Ведь когда-то люди говорят, живут 900 лет, да? И вот благодаря, оказывается, вот этим стволовым клеткам, у нас резервные способности выделять эти эндорфины неограничены. Я сейчас могу три дня и три ночи вам приводить такие примеры, которые бы врачу мне было раньше никогда не достичь. Эти примеры только мои и моих тех партнеров, тех людей, которые вот участвуют в этом процессе, участвуют в этом процессе и завтра у вас уже этих примеров будет очень много и вы будете удивляться каждый день, скажешь, так это же так все просто. Когда знаешь, когда путь нарисован, это все просто. А когда не знаешь, когда вслепую, конечно, уходишь туда, куда не надо. И теперь показываю именно регенерация из-за чего. То есть эти стволовые клетки где-то с нами живут. запомните, что стволовые клетки они в каждом органе свои. То есть кожа формируется со своих, кости со своих, мышцы со своих. Из каждой стволовой клетки можно вырасти здоровый орган. Сейчас это делают на экспериментах, на мышках, выращивают сердце. Но резервная способность организма такой степени и не регенерации, что практически можно восстановить любую роль. И сегодня мы говорим, что в 70-80 лет мы должны выглядеть максимум на 40-50. Вот даже вот наблюдается Александр Ефимович, как мы с ним встретились, он молодеет. Я даже на последней лекции, когда он зашел, я его не узнал. Смотри, человек в знакомые глаза, а он почернел, а у него выросла шевелюра, а он снял очки. Понимаете? Это не первый случай. А он сам это все делает. Понимаете? Но он до этого дошел. Ну и теперь показываю то, за что мы с вами получить как минимум Нобелевскую премию, ну, как минимум государственную, чтобы дали, да? Потому что жалко, обидно, за Родину обидно, что мы изобретаем, а американцы получают Нобелевскую премию. Вот эту схему я увидел ночью, у меня стало все идеально просто. Смотрите, я сейчас покажу, и вы поймете. Вот уровень этих эндорфин меняется не только на протяжении дня, не только на протяжении жизни, но и на протяжении дня. Вот хотите самый быстрый выброс эндорфин? Хотите? Расправьте плечики и громко хлопаем все. Давайте. Сразу человек улыбнулся, улыбочка появилась. Я же не заставлял улыбаться, так, как Норбек говорит. Посади улыбку, попробуй ее посади, а похлопал бы, что она сама будет все. Понимаете? То есть, идет выброс эндорфин. И когда стоит артист на сцене, и когда ему хлопают, и поверьте, кто больше получает эндорфин? Тот, кто стоит на сцене, и тот, кто хлопает. Конечно, те, кто хлопают, они, у них мурашки похожи идут, потому что они хлопают. Но, на самом деле, все было бы гениально просто, но система очень простая, но ее надо знать. Всего лишь 4 группы факторов, которые влияют на уровень этих эндорфин. Значит, вверху зелененький я образно назвал специально овес, пряники, пойти к лошадь, кормить овцом, для того, чтобы американцы сразу не раскусили, понимаете, не получили Нобелевскую премию. На самом деле, все просто. Факторы зелененький и овес, это то, что мы должны дать каждый день, каждую минуту нашему организму, чтобы этих эндорфинов было синтезировалось достаточно. Понятно, да? А вот факторы пряники, это образное название, которое нам дают возможность эти эндорфины реализовывать. И только эти две группы факторов мы будем использовать для решения практически всех проблем. Мы не будем использовать кнуты, хотя многие люди действительно сидят, особенно яды, мы про них скажем буквально два слова, а возраст и гены не зависит. Сегодня, поверьте, уже 150 лет прожить, это, наверное, уже не сказка. Я думаю, что сейчас молодежь, если вот с этой минуты начнет жить по этой системе, они 150 проживут элементарно. Но, а гены всегда нас, знаете, пугают. Ну, куда ж ты денешься? Ну, все в твоих генах, да? Диабет в генах, да? Глаза твои в генах, куда ж ты денешься? Оказывается, всего нам дал Господь Бог гена 2. Один от мамы, другой от папы. Отвечающий за один признак, да? Ну, вспомните школу, аллельные гены. И вот видите, в чем вся хитрость. Оказывается, что всегда здоровый ген всегда преобладает над больным геном. Вот если было бы по-другому, ребенок дорождался уже с уродством. Понимаете, о чем мы говорим? И вот это равновесие, все просто гениально зависит от уровня эндорфина. Если уровень эндорфин снижается, вот вылезает вам патологический ген. Как его победить? Только поднял уровень эндорфин, да? И оно результаты дает свои. Но, смотрите, конечно, кнуты, они сейчас, молодежь села на эти кнуты, и мы с вами будем бороться не против них, а за жизнь. И наркотики, и алкоголь, и сигареты, и допинги, и эстри, и казино, гормонотерапия, избыточные калории. И, поверьте, когда я столкнулся с такой проблемой, моего же отца держали 6 лет на наркотиках. Он такой был наркоман, что мама за ноги ловила, когда мы пытались отменить эти наркотики. Но мы же мы сняли с наркотиков. Сейчас 3 года, 4, вообще без наркотиков. И очень себя хорошо чувствуют. Но помните, что убрать любой кнут, надо обязательно дать что-то взамен. Вот о чем вы говорили, да? Обязательно дать все, что взамен. Но не только пряники, но и овес. Но мы сейчас об этом не будем говорить. Мы даже не будем говорить о ядах, а это факторы, которые кто-то мою лекцию слушал, но и доктор, так это все по сквах. И трагедии, и стрессы, и пищевые яды, и отрицательные яды, и наводящиеся радиации, и инфекция. Вот боитесь вы инфекции или нет? Как? Вот люди чихают на вас там. Боитесь вы инфекции или нет? Не надо ее бояться, понимаете? Помните, как Жглов говорил? Значит, работа милиции оценивается не по количеству воров, а по скорости их уничтожения. Если у вас хороший иммунитет, один день вашего гриппа нет. Один день простуды нет. Это элементарно. Даже наоборот. Если вот ребеночка ограждают от всей этой инфекции, он растет в стерильных условиях, ну, кролика попытались вырастить, потом выпустили, он за день сдохнет. Понимаете? Точно так же с нашим организмом. Эти все, эти все бактерии, вирусы, даже раковые клетки нам нужны, как в лозу. Знаете почему? А иммунитет на них тренируется. У них идет постоянно тренировка. Поэтому в каких-то определенных количествах они должны присутствовать. Дальше, смотрите. Вот бытовая химия, понятно, синтетические медикаменты. Вы понимаете, что сейчас аптека, это, ну, иначе как нефть и доллары назвать не могу. И, конечно, надо идти другим путем. И кто-то тут, из присутствующих на прошлой лекции, сказал, а кто разрешил? И там назвал фамилию, выделяет 3 миллиарда долларов, чтобы нас в России развивать аптечные сети. Понимаете, для чего я говорю? За границей, конечно. Но мы же идем в другим путем. Мы против них выступать не будем, мы пойдем в своим путем. Ну, и факт того, что я не буду больше ничего здесь рассказывать, покажу в экране. А вот здесь, вот здесь, каждый из вас увидит себя. Потому что вы здесь люди, которые пришли с самых разных профессий, направлений. И, конечно, вот правильно, вот Михаил, да? И правильно Вита говорила. Вот вера. Видите? Сейчас вся проблема, люди не верят никому и ничего. Почему? Медицина, бизнес, хорошо? Плохо. Фарматология, бизнес, преступление? Вдвойне. А средства массовой информации, бизнес? Это что? Это ужас, не преступление. Поэтому, конечно, люди не верят никому, и они все замыкаются. И сейчас самое главное сделать вот эти расстановки, поменять мировоззрение людей, чтобы они поняли, что все просто, все лечится, но только надо этим заниматься самому. Чтобы было 2G, жгучее желание появилось, да? Вот как его сделать? Вот, записывайте. 2G, вы можете подумать другое, ЖЖ, да? Жгучее желание. Это у нас такой есть интересный посол, Станиславов обязательно придет, и такие вот вещи выдает. Теперь рассказываю про стейл. Водные процедуры, кто-то будет спорить, повышается эндорфин или нет? Есть люди, которые занимаются здесь водой, обливаются? Есть, да? Я с прорубью только вы. Кто? Молодец. Но дело в том, что... Прорубление это не главное. Не главное. Для каждого свои. А кто-то с бани сегодня пришел, понимаете? И Дубавр Васильевич сегодня меня в баню звал. Правильно. Правильно, потому что кому-то горячий, кому-то холодный. Но здесь вот... Какому-то надо быть не обливающим, а там нужно послать с прорубью, тогда эффект намного выше. Конечно, конечно. Но другое дело, что не надо черезмерничать. Я сейчас об этом скажу обязательно. Это мое личное убеждение, вы можете с этим поспорить. Значит, физкультура, смотрите, все банально просто. Почему физкультура является мощным выбросом эндорфина? Объясняете или нет? Знаете. Все просто. Кто учил биохимию? Значит, нас учили так, что работает мышца, вырабатывается молочная кислота, распад глюкозы, цикл Крепса называется. Вспоминай. И при выработке молочной, то есть при распаде молочной кислоты освобождается вода, куликислый газ. И маленькое повышение СО2 в крови является очень мощным стимулом не только дыхания, не только сердцебиения, но и вот этого гормона счастья, удобства. Поняли, о чем мы говорим, да? На этой же системе основана дыхательная гимнастика, любая, бутейка, стрельбник, вот там самоздраво, эти дыхания, это все повышение СО2, все просто. А здесь есть сегодня культурные работники? Музыка, творчество, искусство, они же придут чуть попозже. Они же готовят конец света. А, есть, вот, представители, да? Счастные люди готовят. Да, при души товарища, он получит счастье. Вот, ясно. Нет, дело в том, что конец света будет обязательно, будет конец старого света. Нет, я не физически просто не буду. Конец дела будет старого, начало нового света, понимаете? Поэтому мы здесь, как сказать, пришли порадоваться, именно придем порадоваться в этот день. Значит, смотрите, музыка, творчество, искусство, это очень мощный выброс эндорфина. Мы перестали творить, понимаете? Мы нас уже загнали в рамки, мы не хотим творить. Не все. А творить надо, а вот вы сюда и пришли, чтобы творить, понимаете? Хобби, любимое занятие. Ну, любовь не буду рассказывать, да? Понятно. Хотя американцы сейчас ввели любовь в болезни, начали лечить от любви. Надо психологам лечить любовь или нет? Не надо. Наоборот, мне надо. Хобби, любимое занятие. Так вот, ну, смотрим, как мужики сидят с этими удочками, там целая речка, и что они там делают? А женщины с этими сумками по этим магазинам, ну ничего, не покупают. Но хобби, правильно? Шопинг называется, да? Мы же за это не ругаем. Положительные поля, сон, курорты, да, к каждому свои, кому-то на Байкал, кому-то на Север. Физиотерапия. Вот он принес фонарик, посветил на руку, и говорит, ой, там много чего. Конечно, много чего. Светотерапия, лазеротерапия, магнитотерапия, чего только нет. Вот эти продольные магнитные поля, это же вещь такая, которая действительно восстанавливает все эти ауны и все остальное. Природа. Зашли в лес, а там тысячи, миллиарды этих биофотонов на вас светят, восстанавливают каждую клеточку, резонансно настраивают всю эту систему. Я этого не понимал, я сейчас только это понимаю. Понимаете? Это все надо обязательно использовать. И фикотерапия травами. Ведь понимаете, каждая трава, она не просто трава, а это информация, которой нужны специалисты, должны знать кому чего, какую, должны биорезонансные быть приборы, аппараты, которые не только диагностируют, но и настраивают каждую клеточку так, как надо нашему организму. Это хорошо, но помните, здесь три правила. Первое. Каждому свои, правильно кто-то сказал, что не все могут купаться, в полной проруби? Не все. Кто-то любит полную прорубь. Вы знаете, меня тоже пугали, что надо хоть чуть-чуть в ванной привыкать, а я залез сразу, и сразу получил шок, и тут же вылез, насморк начал, я вот потом пробежку сделал, насморк начал уходить уже на глазах, и хронический насморк ушел с первого раза, с первой проруби. Молодец, я тебе сказал, молодец. Но, я уверен, что на вкус и цвет товарищей нет. Понимаешь? И в принципе есть люди, которые скажут, а я не могу купаться в полной проруби, понимаешь? А кто там горячей бани в бане не может? А вот человек, он и без бани жить не может, понимаешь? Вот каждый свое, ну, пока сейчас не спорь, поверь мне на слово, но я понимаю, что тебя прет, что ты хочешь энергетику, это не может быть. Да, значит, смотрите, из этих факторов должна быть обязательно золотая середина. Физкультура хорошо, спорт уже нет. Правильно, да? Значит, и каждому свои, и должна быть система. Значит, правильно тебе сказали, желательно бы постепенно, и постепенно, и самое главное, не устать. Вот этот принцип, вот этот принцип не устать. Как можно больше надо факторов дать, особенно, когда мы бросаем наркотики, алкоголь, сигареты, допинги, лишний вес, надо как можно больше дать. Это хорошо, но это не главное. Главное эндорфинной системе, это факторы, которые необходимы для синтеза эндорфин. И всего лишь 4 группы факторов. Это питание, это энергетика, это вода, и это кислород. Я думал, что энергетика, это калории. Благодаря вот этим золотым людям, я понял, что это очень далеко не только энергетика. Это энергия, которую мы получаем с космоса. Мы получаем друг от друга, да, общаясь за другом, энергетически. Мы получаем ее с трав, откуда? Мы пьем чай, кофе, тоже энергия, да. То есть, если человек, если машина не может есть без бензина, человек не может без энергии. И вот эта энергия, которую мы, даже резервная способность организма очень велики, мы даже не знаем, как она нас может менять в данный момент, в данной минуте. Конечно, без воды, сами понимаете, ни туда, ни сюда. И сейчас очень много разработок. Вот Татьяна говорит, у меня по диабету там есть, что там, Татьяна, подставка, да? Подставка, которая дает уникальным образом диабет лечить. А я уже и верю, потому что там прибор, биорезонансный, сестре моей цепляли, буквально через три месяца начал расти абсолютно нормальный ногти. За год вырос абсолютно нормальный ногти. Грибок ушел, а приборчик вот такой, да? Или как Александр Ефимович тут, помахал своим прибором, например, прибор такой крутится, и морщинки тут разгладились с этой стороны, разгладились Татьяна или нет, и шишка на ноги ушла. Фокусы показывают люди, понимаете? А это все не просто так, а все работает на воде. И вот сегодня я понимаю, что надо объединить все эти знания, усилия, и тут тоже не просто кислород, это озонотерапия, Но это и аромотерапия, которая очень уделяет сейчас очень многим внимания. Но вот питание, для меня было тем секретом, который я открыл для себя, потому что именно мама мне всю жизнь говорила, видите, самое главное это еда, а я не понимал. Мы то, что мы едим, сказал Иппократ, и чтобы еда стала нашим лекарством, а не лекарство нашей едой, говорят умные китайцы. Но на самом деле, сегодня, сейчас, мы пришли в тот век, когда уже не просто еда, понятно, что надо сейчас поднять вопрос о том, чтобы убрать всякие гербициды, яды, особенно консерванты с едой, потому что сейчас вся беда в этих консервантах, мы едим, но наши клетки голодают, они связаны с питательными веществами, точно так же, бактерии нам не нужны, так и нам не нужны, поняли, да? И люди пухнут от голода, извините меня, их разносят, а еда вся нет. Надо вопрос поднимать. Вопрос поднимать надо с ГМО, потому что говорили, как хорошо, как отлично, но оказывается, что самая большая проблема ГМО, что не образуются вот эти незаменимые аминокислотные молекулы. А они, по моему мнению и наблюдению, они являются уже готовыми кирпичами, которые природа, сказали, Господь Бог создал и строит эти эндорфины. Я вам могу привести пример, когда 600 мг чистого трансферного белка собачке, нечеловечной, человек не скажет все, собачке не скажет, что молилась. За два месяца низко дифференцированный рак мавки уменьшился в два раза и за полтора года ничего не давали, он ушел совсем. Да? Это же противоречит на фишечной версии. Какой? Рак питается, рак питается белком. Рак питается каким белком? Рак питается, смотрите, мы едим, мы едим, мы едим мясо, рыбу, творог, яйца, сыр, да? Вот смотрите, я вам расскажу, почему. Смотрите, значит, мы едим мясо, рыбу, творог, яйца, сыр, этот орган поджудочных железа расщепляет до воды до аминокислот, правильно, да? Эти аминокислоты являются кислотами. Вот они, имеют острый кислотный конец, который повреждает веточную мембрану. Вот поэтому многие переходят на вегетарианство, отказываются постяться и т.п. и т.д. Почему? Потому что, особенно с возрастом, это катастрофа. Что сделали французы? Какое изобретение у них? Вино. Они красненького венца лыбысь и уже нет никакого атеросфероза. У них продолжительность жизни увеличилась там не знаю до скольких лет благодаря тому, что они добавили колпачок, антиоксидант с виноградной косточкой. Антиоксиданты. Слышали такое слово, да? И вот оказывается вот эти, вот эти аминокислоты очень любят раковые клетки. И поэтому один из симптомов, когда человек любил мясо, а тут вдруг отказывается, очень надо подумать. Значит, где-то завелась зараза опухоль. А она растет не один год. Мы сейчас говорим о диабете, да? Но, вы уже заговорили, она растет лет 15, понимаете, мы ее не видим. Но ее иммунитет держит. А когда иммунитет галп, вот тогда она себе или ее пропкнули, прокололи, а это сразу обсеменение по всему организму, и тогда уже намного сложнее бороться, когда уже мы ее обсеяли по всему организму. Но все гениально просто. Если дать антиоксидант, вот он находится здесь, вот в этих полисахаридах, и вот закрывает это у меня кислоту, и она уже тогда нам не вредит. И вот в таком состоянии клетка с ее заседает быстрее намного, а раковым клеткам ничего не достается. И вот тут мы выздоравливать начинаем. Понимаете, о чем я говорю? Но самый большой секрет может не даже не в полисахаридах, а в дисахаридах, которые мы не понимали, нас не учили, что оказывается наша кишечная флора, там, которая полтора килограмма этих бактерий, едят не мясо, не рыбу, не творог, а едят дисахарида. Понимаете? Одной чайной ложечки хватает для того, чтобы накормить полтора килограмма этой флоры. А они нам дадут и витамины, и минералы, все группы В дадут, и все остальное, и иммунитет дадут, там, 70%. Но еще один секрет находился здесь, в моносахаринах, глюкоза, фруктоза, мальтоза, сахароза, галактоза, и вот оказалось, что эти моносахариды тоже незаменимы, если дать их в достаточном количестве в таких ситуациях, то реально решаются проблемы и по диабету, и по онкологии, и по всем заболеваниям. Значит, самый большой секрет, который в моей голове пришел, вот про эти незаменимые аминокислотные молекулы. Что это такое? Объясняю. Это маленькие молекулы белка. Все их называют по-разному. В Питере как они называют? Цитамины? Цитокины? Биогенные амины он называет, да? Пептиды он называет. Значит, кто называет как? Американцы называют трансфер-факторы, но на самом деле природа и Господь Бог создали маленькие молекулы белка. Но они разные. Смотрите, где мы их берем. Мы их берем из природы. Из животного сырья они содержат 44 аминокислоты, большая молекула, да? Из яичного желтка уже 18. Вот я на собаке использовал вот эти две аминокислоты, эти пептидные молекулы, и вот результат я получил в чистом виде. Александр Иванович получил из икры, да? Но говорит, Виктор, ты понимаешь, вот мне нужна чистую икру, потому что вот вся икра у нас идет с консервантом, с этой буквой Е. и все, и все лезет, и все лезет вместе с, туда, вместе с этим, понимаете? Поэтому мне надо садиться на, на куда? На корабль, да, Александр Иванович? И там начинают производить вот эти молекулы. Китайцы вот сейчас делают даже из муравья, а вот это знаете, что такое или нет? Это золото, новое золото в Ямалайо. Сейчас китайцы хранили тысячи лет, никому не рассказывали, а ели только одни императоры. А почему? А потому что первый год этот гриф растет на причинке гусеницы, и естественным образом достает двух, двухмолекульную вот эту вот комплекс. Представьте себе, что если вот из молозива коров иммунитет поднимается на 103%, из яичного желтка молекула меньше уже на 300%, из рыбы, из икры где-то 300-700%, из насекомых на 1000, то с кардицепса еще больше. Поэтому сегодня мы говорим, чем меньше молекула этого пептида, но она должна быть живая, неизмененная, молочко нагрели, закипятили, все, яичко свалили, все, уже будет белок, понимаете? А вот этого пептида не будет. Поэтому этот секрет уже не секрет. Сейчас много фирм делают эти пептиды, но они должны быть живые в достаточном количестве. Но я понимаю, что вся гениальность вот этой системы заключается не в том. Если каждый из нас сейчас здесь сидячий опять начнет тащить одеяло на себя, вы будете говорить, что у вас лучший фонарик, девчонки скажут, наша только психология, он скажет, вода там, да, или Татьяна скажет, нет, вода только, мы не добьемся результата. Поэтому поймите, что нам объединить все наши знания и создать имена. Ну просто хорошо, как раз знаете, кому вы гения выдали еще, музыкантам, сказал очень интересную фразу. Виктор, слово боль ница откуда знаешь или нет? Ну слово боль понятно, да? Но никак не от ницы. А вот здравница, слово здоровье ница. Поэтому действительно мы будем создавать здравницу. Именно здоровье, где не будет ни уколов, ни шприцов, ни каких-то там химических таблетов, будут артисты, будут музыканты, будут поэты, будут там тренинги разные, разная физкультура, гимнастика, питание. Потому что вот это все, я не говорю сейчас нормальное питание, я сейчас говорю о нанотехнологиях питания. Есть тут такие, которые не знают слово, что такое БАД или нет? Есть? Как вы относитесь к БАДам? Дом? Кожите. Дом? А вы знаете, что сейчас во всех трибун говорят вышвырнем эти БАДы с аптек и всем приносятся как обманы и т.п. и т.д. А даже врачи недопонимают и не знают, что конечно под этим словом, которое я не люблю и всем запрещаю говорить, даже добавка пищи это неправильно, понимаете? Потому что эти технологии были придуманы к сожалению нашими учеными, физиками, биохимиками, когда космонавты должны были полететь в космос, перед ними поставили задачу сделать бешлаковую диету. Они это сделали. Они взяли свеклу, кабачок, морковку, бросили в жидкий азот, на 3 секунды заморозили и на 1 секунду заморозили. И все произошло чудо. Произошел взрыв клеточной мембраны, содержимое, все, что я там показываю в зеленой табличке, все это содержимое оно освободилось и много-много лет прошло, чтобы ученые научились это сохранить, выделить и донести человеку. Американцы пошли по пути разделения. Они стали отдельно разделять витамины, минералы, полисахариды, т.п. т.д., а потом компоновать препараты, понимаете, и опять стали лечить. А умные китайцы говорят, зачем? Давайте наши, ваши станки, у нас тот же микродицепс, у нас там есть еще другие грибы. Мы сломаем клеточную мембрану, поселим флакончик, добавим туда меда, и все гениально просто, и будет все решаться. Кто из них прав, как вы думаете? Конечно, китайцы. Конечно, китайцы, и сейчас они, китайцы, лавенствуют в этой области, и мы учимся у них, не у американцев, хотя мы американцам обязаны тем, что они технологии разработали. Мы изобрели, они получили Нобелевский премий, а мы сейчас должны это все так навести, чтобы люди поняли, что им нужно. И сегодня, сейчас я вам покажу, почему, вот посмотрите внимательно, я это смысл китайцев, оказывается, вот эта пирамида, вот эта пирамида действия живых, ну, природных факторов в наш организм, она имеет вершину, и в этой вершине находится так называемая жизнедатель. Вот это гриб кардицепс, это гриб рейшей, это вот эти все незаменимые аминокислотные комплексы из разных видов, но поверьте, что только отдельные виды того же муравья, да, обладают таким мощным лечебным действием. Только один вид кардицепса обладает таким лечебным действием, все остальное фуфло, понимаете? Посмотрите, новое золото Гималая, будет интересно, фильм центральный телевидный золото и оно сейчас везде висит в интернете, там один килограмм этого гриба стоит 30 тысяч евро, там 25 написано, наши ученки ездят 30 тысяч евро и выше, понимаете, о чем мы говорим? Поэтому, конечно, они стоят вот здесь и они воздействуют на все звенья нашего здоровья и на наш дух, а кто нам дает дух? Ну, верующий, а сподь бог, конечно, ау, да? Дух. Потом организма и на сомну здоровья, и на все симптомы, на всю патологию влияют, поэтому мы получаем, если мы дадим их изначально, поэтому так хранился тысячи лет эти грибы, никому не рассказывали, а сейчас это правильно раскрыто. Вот на втором месте стоят так называемые адаптогены, мы слышим, женьшень, да? Пришел великий человек, объединятор, вам место освободили там, держат для вас место здесь, да? Вот. И вот эти всякие адаптогены, они уже воздействуют отсюда, наши эмоции, психики и все вниз. Только на третьем месте стоят вот эти нутрицептики, витамины, минералы, там добавки, там разные, там полисахариды, и они влияют на нашу сону, на тело и все, что вниз. Фитотерапия, видите, вот здесь она стоит, но помните, что здесь нужны специалисты, нужны биорезоносные приборы, для того, чтобы отдиагностировать кому какое, в какое время, дня и ночи, кому плюс, кому минус, и здесь сейчас наука развилась очень далеко. И только на последнем месте стоят называемые фармпрепараты яды, я сегодня говорю о натуральных фармпрепаратах, не о химическом происхождении, которые влияют непосредственно на симптомы. вот здесь поверьте, нужны ученые, профессора, изучение, которое нужно именно для того, чтобы вывести человека с шокового состояния и снять какую-то действительно боль, когда это надо, и поверьте, что здесь вот здесь должны работать лучшие врачи. Для этого врачи не могут. Для того, чтобы быть здоровым, врач не нужен. Согласны или нет? Не нужно. И мы будем создавать здравницы, основы страх, здоровье и ницы. Но должна быть система именно всех факторов и контролёром могут быть разные биолезонансы, но наше самочувствие, удовольствие вот наш организм является самым лучшим индикатором. Если вы находитесь в состоянии радости, вдохновения, блаженства, душевного спокойствия, удовольствия, равновешенности без кнутов, да, вот просто так, всё отлично, всё хорошо, вы на правильный путь. Появилась кривого, утомляемость, раздражительность, ага, где-то не догоняется, а если уже злость, агрессия, зависть, ну точно, лукавый где-то уже подцепился. Понимаете, дальше мы говорим, конечно, резкие снижения уровня эндорфина. А как его восстановить, как его поднять, вот девчонки знают, вот их спросите, они вам расскажут, самым простым. Но помните, что система, она работает только когда все эти факторы включены. Поэтому я возвращаю к той табличке, за которую, повторяю, мы с вами должны получить как минимум государственную премию, ну а в лучшем случае Нобелевскую премию. Почему? Потому что все гениально просто. Уровень эндорфин величина меняется от тех факторов, которые нас окружают. Но мы будем использовать только факторы, с которых мы будем строить эндорфины и факторы, которые мы будем использовать для решения этих проблем. А вез из пряника из осажа делают? Да, да, но на самом деле это образное название для того, чтобы, как сказать, не снижать. Ну, по принципу, если лошадь кормить обзорным пряником, она будет делать, работать долго, надежно. Вот этот человек как раз запросил 600 лет. Поэтому для него мы это все здесь и читаем. А если будем кнутом стригать, быстро эти эндорфины будут выделяться, но, к сожалению, истощение быстро. Ну, а если яна будем травить, конечно, все будет очень плохо. Ну, и напоследок, так как нас уже пришли тормозить, показываю вам картинку. В общем, меня спрашивают доктор, а что теперь постоянно это делать, да, или там что-то употреблять. Вот не пришел Николай, он пришел, пришел, он раздевается, раздевается, живой пример. Николай. Вот он, Николай. Николай, я его буду цитировать. Ребята, все гениально, все гениально просто. Утром встал, как Николай, а ну, повтори свою вторую фразу. Ну, если вы все знаете, то я уже пришел учиться. Утром встал, зубы почистил, помылся, водички попил, гор своих этих хлебнул, а дальше делай, любимое дело, ты проживешь. Вы знаете, такое счастье, когда все прет. Когда все прет. Я вот, да, я вот сегодня думаю, встал утром, сходил в туалет, почистил зубы. Знаете, почему зубы надо чистить и ходить в туалет? в туалет. Чтобы счастье было. Да, почистил зубы, чтобы заново почистилась. И так открываешь некоторые баночки, и говорю, боже, счастье какое. да, собрал, выпил, и выпил стаканчик, два стакана воды, пока зарядочку пять минут делал. Пять минут, но я как Черчилль. Черчилль говорит, я никогда не делал, не верьте. В общем, делал обязательно, двигался, работал. Выпил воды, потом чувствуешь, что душик надо принять. Ну, идешь на работу, женщины, красивые мужчины, чтоб там запаха не было, да, все. И вот холодным душем уже ноги облили. Все. И все прет. На мои первые 65 лет я говорю, ну, делай так я. Что надо делать? Встану, 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 Обязательно выпил витамин. Я был когда-то первым директором в СССР газеты совершенно секретно. Я работал с Юлианом Семеновым, приехал и губернатор мне говорит, ну, будешь начальником управления культуры, я говорю, уже не буду. Юлиан Семенов предложил нечто такое. Да, ну, что ты, Юлиан Семенов. А я говорю, Федору, губернатору, а сколько вы получаете? Николай, мы отдаем вам слово чьи не по... Да, извините. Хорошо? Потому что я закончу свою... То есть вы жили-жили, не сужили, и вот пришло время, загорелась красная лампочка, сигнал, да? Обычно, как правило, где-то в 30 лет вот в такое время, сейчас, молодежь уже и раньше. И у вас есть три пути, да? Или проживать дальше, как вы жили, обратиться к нашим, нашим врачам, да? И 70% у вас будет хронические заболевания. Или там, как сказать, как Николай говорит, уже начинать глотать горстями, что-то добавлять. А если, так сказать, мы используем все факторы, то вот вам и 150, может, как и за мир, 600 лет вам гарантирован. И вот я всегда говорю так, поймите, что исцеление и выздоровление это капремонт всего дома. В нашем организме, еще мы посчитали, где-то, кто говорит, 25-30 миллиардов клеток. Клеточка каждая, это ваша квартира. И вот, поверьте, все это мы засоряем, загаживаем, и чтобы сделать капремонт целого дома, здесь рублем не отделываешься. Одним днем не отделываешься, понимаете? Если вы все-таки решили, если поменяли вот эти красивые девушки вам мозги, чтобы вы это решили, это надо делать одним правильным путем. Капремонт всего дома, да? Сегодня уже с нами вот не семь таких стебельочек, видите, а уже целый дубок. А завтра у нас соберется вот такое огромное количество, а каждый из нас будет уже желудем, лидером, и посадят свое дерево, да? Счастье. Ну, а для всех говорю, что высокий уровень эндорфин, это залог здоровья, счастья. И поверьте, сегодня уже мы говорим, что сахарный диабет, это болезнь излечимая. И даже первого типа. Я эти результаты даю, и я просто знаю, что это сегодня уже можно сделать. но только объединивший все эти факторы и методы изучения в одном едино. Для тех, кто доктора не знает, еще телефон не списал, списывайте телефон, а знаете, для чего? А вдруг кто-то у кого-то чего-то случилось. Ну, а теперь у меня будет то предложение, что замер у меня не успел выслушать, и я предлагаю в следующую среду провести час здоровья, но вот под таким один час у нас будет радости. Прошу прийти всех тех, кто может что-то принести. Я имею в виду что? Стихи, Николай, хорошо? Да. Музыкантов попросим, чтобы они принесли гитару, музыкальные инструменты. Кто-то может принести свою, может, чудодейственную воду, кто-то может какой-то чай принести, да? Вот. Шампанское пить не будем. Жрать? Жрать. Не будем. Будем выделять этот час эндорфин все вместе. И посмотрим, сколько у вас будет эндорфин и сколько будет радости у вас. Я так думаю, что мы соберемся в пять после конца старого света, начала нового света, да? Ну, а теперь я заканчиваю свое выражение такой фразой. Если хоть один из вас сегодня послушает свою лекцию, встанет на этот путь, я буду рад. Если хоть один из вас пройдет этим путем, ну, есть проблема, да, какая-то, и добьется результата, я вас буду так уважать, вы даже не думаете, как. Для меня на сегодняшний день самый важный результат, авторитет, это результат. ну, и если за вами пойдут другие, сами понимаете, я тоже пойду за вами. Теперь я передаю слово за миру. Ну, хотели было помогать Спасибо большое. Спасибо большое. Когда я вижу вот твое предыдущее, когда, знаешь, ты сидишь, доктор показывал очень сильное лицо человека, да, вот я когда смотрю на доктора, именно такого доктора, да, и во мне внутри такое сразу терминное уважение, счастье, ну, тот самый уровень дофилов, который ты говоришь, он передает сюда, даже вот через твое вот эту фотографию. Я ее поэтурую. Добавить ничего. Поэтому это самая большая, мне кажется, оценка и самое большое уважение к доктору, да, именно как ты свидетельствую. Спасибо, дорогой. Я буду тебя слушать и слушать, и слушать. Я тебе передаю слово, потому что человек сейчас скажет такое, что мы... А, ну, познакомиться, будешь знакомиться с теми? Я предлагаю сейчас вот что сделать, так как мы сейчас час посидели, да, сейчас идет небольшой перерывчик, 5-10 минут, это время по однократии, чай и кофе попьем, а потом я где-нибудь вот минут 15 начну уже непосредственно делать свой большой доклад. Хорошо. Окей? Как раз и познакомимся. Я открою чуть-чуть опнув, чтобы что-то про лето. Девчонки, чтобы спинка не продула, ладно? Вам понравилось или нет? Приходите к нам постоянно. Хотите приглашать нас, придем к вам, понимаете? Потому что, в принципе, это надо размножать, раздавать, вай-фай. У нас ведь Россия активна другая коллекция, рад, поскольку, да, рад. А это и есть те эндорфины, о которых мы говорим. Я чуть-чуть нахожусь вашу позвонить, открою. Ты хотел меня сейчас снимать? Нет, нет, я просто жду, когда можно выключить. Все, начинай уже давно, конечно. Все, пора. Там хоть это самое... 822-84, по-моему, на вас в любом не может не быть. Нет, на вашу нет. А у вас работа.